Здравствуйте туристы и милитаристы, сейчас будет такой даже, скажем, обзор, но это больше представление ножа. Почему? Потому что после того, как мы поработаем этим ножом на кухне, сходим на природу, я обязательно сделаю еще какое-то финальное видео со своими какими-то впечатлениями, где уже будет какая-то макросъемка, где видно будет как выжила не выжила режущая кромка. Одним словом, представляю вам компанию Ясный Сокол. Нож прислан именно из компании Ясный Сокол, находится она в городе Павлово Нижегородской области. Почему я так это уверенно говорю? Потому что на коробочке все написано. На самом деле, я когда открыл, коробка была упакована просто еще в какой-то мега картон, в три слоя целлофана, то есть было сделано все для того, чтобы сама вот эта коробка, которая может быть там в подарок кому-то, ну пойдет, чтобы она не была помята. Сразу, кстати, скажу, что может быть получится. За моей спиной такое довольно романтическое место, называется Горка Гамлета. Здесь, например, делают предложения влюбленные там молодые люди своим девушкам. Свадьбы сюда приезжают фотографироваться. И мы сюда приехали, на самом деле, на закат. И если получится, то, вон, посмотри, покажи туда. Люди вот такой вот всякой ерундой занимаются здесь. Вон, видишь, летит в небе. То есть, классное такое место. Сюда приезжают люди в поисках романтики. Одним словом, открываем коробочку, и у нас представляет нашему взору вот такое вот чудесное чудо. На самом деле, я в любых производителях очень ценю заботу. Вот какие-то такие вот знаки, невзначай заботы о клиенте. Это у нас сертификат в соответствии. И, собственно говоря, вот такие вот ножны, на которых есть такой специальный, я не знаю, как это называть, специальная бирочка с надписью ясный сокол, настоящий нож с пожизненной гарантией. И с другой стороны на желтой бумажке написано нож-сова, ясный сокол. И такая же бирочка у нас продета в темлячное отверстие. Но бирочки мы сразу срежем, чтобы они нам не мешали, потому что, если получится, мы здесь еще нож пофотографируем сейчас. И фотографии я выложу ВКонтакте, чтобы не поранить. что ж ты будешь делать? Так вот, ну и, собственно, нож-сова. Сейчас мы его распакуем. Сразу скажу, что вот когда именно благодаря вот комментариям под видео, под моими видео, я вообще узнал о том, что есть такой производитель Ясный Сокол, зашел на сайт, и мне действительно очень-очень понравился один момент. Какой? Ясный Сокол выпускает ножи, которые вот традиционные, типичные русские ножи, вот традиционные именно в моем понимании. То есть это деревянная рукоять, латунная или мельхиоровая навершия, латунная или мельхиоровая, значит, латунный или мельхиоровый больстер, клинок таких традиционных форм, кожаные ножны. Ну, в общем, все как у всех. И у них есть просто шикарнейшая линейка, мне очень понравились фотки фуллтангов. Это вот один из них. То есть я именно хотел получить на тест именно фуллтанг. Почему? Потому что, ну, они, скажем, более такие реально модерновые. Плюс, что мне нравится у этих ребят, то что они на каждый нож предлагают вам просто немереное количество цветовых каких-то вот решений и рукояти, там прям целый каталог. Или же здесь вот G10. То есть у них есть на каждый нож рукояти, которые называются, если мне не изменяет память, под камень, вот такого вот варианта, разные цвета, разные какие-то рисунки, вот G10. Или же называется, по-моему, пухлая рукоять или, а, бочкообразная вот рукоять. То есть там нет таких вот именно такого вот рельефной какой-то текстуры, но зато там реально толстые рукояти. Сталь здесь стоит D2. И, насколько я знаю, сталь вам тоже. Стали предлагают. Несколько сталей на ваш выбор. То есть запросто можно построить свой нож. Конкретно этот нож стоит 5200 рублей. Первое, что приходит у меня на ум, я сейчас, видите, я начинаю там не с ножен, не с описания, а именно с каких-то вот таких моментов. Когда берешь в руку вот этот вот нож, то понимаешь, что действительно в России есть очень достойные ответы всяким там топовым фалькнивинам, которые стоят больше сотки евро. И с учетом того, что здесь, посмотрите на эту геометрию шикарную, прямые спуски от обуха, 31 мм ширина клина, 10-сантиметровый клин, 11-сантиметровая рукоять. Рукоять очень удобная. Просто начинаешь задаваться вопросом, ну, как бы, а нахрена русскому человеку всякие фалькнивины? Я не говорю конкретно за этот нож, но это один из ножей, которые просто, просто супер. Как я уже сказал, 10 сантиметров клин, 11 сантиметров рукоять, монтаж рукояти фуллтанк и по обуху 3,5 мм. Что-то мне подсказывает, что здесь может быть даже 3,6-3,7 мм. Или просто вот так на самом деле внушительно выглядит. Широкий 10-сантиметровый клин с прямыми спусками обещает мне просто какие-то шикарнейшие удовольствия в плане реза. Ножны. Ножны классические. Мне очень нравится вот эта красная строчка. Они реально нарядные. То есть я могу сказать так, что Ясный Сокол, они сделали все для того, чтобы их ножи было приятно дарить и приятно получать в подарок. То есть они действительно, упаковка, ну, даже вот эти вот бирочки там про пожизненную гарантию и прочее, прочее, это все дает вам, скажем, возможность произвести впечатление на друга, на товарища, на коллегу, подарив действительно такой замечательный нож. С учетом того, что строчка красная на черном, это как бы и подчеркивает ее ровность в том числе. Единственное место, где строчка легла неровно, это сзади, вот в этом месте. Ну, как бы с учетом того, что это тыльная сторона, я как бы особого в этом косяка не вижу. Одним словом, ножны очень нарядные, традиционные, достаточно такие качественные. Присутствует здесь свободная, скажем, петля свободного вертикального подвеса и петля фиксированного вертикального подвеса. То есть, самые-самые обычные ножны здесь сделаны так, что... Такое отверстие сделано для того, чтобы, если какая-то жидкость будет на клинке, чтобы оно стекало, чтобы жидкость стекала. И мне очень нравится, как обрезаны ножны и здесь залакированы. Действительно, очень хорошая работа, качественная. И на ножнах, конечно же, выбита эмблема и название фирмы Ясный Сокол. Дальше. Рукоять из G10, двух цветов черного и красного цвета. Очень красиво выглядит, нарядно. И, в принципе, такая, несмотря на то, что здесь 11 сантиметров, не очень крупная рукоять, очень удачно выпилена под пальцевая выемка, под указательный палец. И идет такой, именно начиная от середины, хорошее такое понижение, такой горбик идет рукояти. Все вместе, рукоять достаточно пухлая и сделана именно вот таким вот, скажем, рельефным, рельефная текстура. Я обязательно этот нож покажу в нормальном освещении и поближе, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Замечательная, очень крупная, на удачном месте, качественно сделанная здесь, оформленная вот такой вот красивой трубочкой, отверстие для темляка. Темляк просто одно удовольствие будет ставить на нож. Молоточный хват, хват с упором в центр ладони, обратный хват. Любые хваты очень удобны. Ну и, собственно говоря, клин. Клин у нас такой слабо выраженный дроппоинт, небольшой идет понижение обуха к кончику. И такой, прямо скажем, скандинавский, как я называю, подъем. То есть здесь получается, что идет нож, достаточно круто поднимается вот так вот к кончику. Что это нам дает? Это нам дает при работе, например, на продуктах, то, что вот это место, оно будет очень замечательно. Именно, то есть можно поднимать выше рукоять, и оно замечательно просто будет играть вот так вот при резе продуктов. Ровная линия режущей кромки, аккуратная дулечка, облегчающая заточку. И у нас подпальцевая выемка переходит в подпальцевый упор для указательного пальца. Одним словом, просто, просто красивый, классный нож, классические формы. И вот здесь, с этой стороны у нас ясный сокол, эмблема и название. И сталь Д2, и также около стали написано, что обещает нам 61 единицу по шкале Роквелла, крепость стали. Все, первые впечатления очень положительные, действительно очень положительные. Поработаем на кухне, построгаем, и потом я его покажу вам поближе, посмотрим, что из этого получится. Спасибо за просмотр, всего доброго! На самом деле, это место, это 30-ти метровый обрыв над морем, недалеко от Тюрисалу в Эстонии. И горкой Гамлета это место называют, потому что здесь в 64-м, по-моему, году снимался фильм «Гамлет» с Иннокентием Смоктуновским в главной роли. Здесь очень много мест таких среди деревьев, куда вот люди приходят, фотографируются. Я не знаю, сейчас, наверное, вниз особо так не покажу сам обрыв. В общем, приезжайте в Эстонию, здесь есть на что посмотреть, не только на горку Гамлета. Я не знаю, здесь есть на горку Гамлету, здесь есть на горку Гамлету. Здесь есть на горку Гамлетов-паме, там Дон К Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok